По данным администрации Твери, процесс подключения многоквартирных домов к отоплению находится на завершающей стадии. В настоящее время подключено большинство жилья запитанного от централизованной системы отопления. Но, увы, большинство это не все. Например, жители нескольких двухэтажек в Заволжском районе продолжают мерзнуть. Дети из-за холода дома болеют, а спать приходится в верхней одежде. Что делать и куда обращаться с тверичанам, которые столкнулись с такими проблемами? Разбираемся в следующем материале. Вот, 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 вот спим. Вот так вот. Вот я тоже в курсе, так и спим. Жильцы дома номер 8, дробь 36, по улице Павлова не боятся открывать окна настиж. У них в квартире 9 градусов тепла, всего на 5 больше, чем на улице. Несколько дней замерзающие тверичане пытаются дозвониться до своей УК, домовладелец Т. Но сделать этого, увы, не получается. Звонили и в аварийную службу, но и там толкового ответа не получили. Жена звонила в обед 7-го числа. А я вечером с работы приехал, ну, аварийно, она круглосуточно. Я еще раз позвоню. Говорит, ждите. Я говорю, а чего ждать-то? Вы в очереди. Я говорю, в какой очереди? В очереди на заявку. Я говорю, девушка, у вас дома есть отопление? Все, она просто бросилась. Она бросает трубку. Достаточно часто жильцы проблемных домов становятся заложниками недобросовестных управляющих компаний. Годами с них собирают деньги. Но даже насущные нужды УК не решают. Более того, представители управляющих компаний отстраняются даже от общения с гражданами. Вы принимаете документы с подписью? Ну, раньше-то принимали. Напишите, что вы не принимаете. Девушка, что за манера? Так я с вами разговариваю. А как мне доказать, что мы у вас были, простояли вот тут целый час, а у нас документы? По какой почте? Вот сюда можно положить в ящик? То есть вот эти документы, как я могу без входящего номера документов? Я не принимаю документы, вы понимаете? Ну, раньше же принимали. Раньше сахар слаще был, я сейчас ничего не принимаю. Как вы так со мной разговариваете? Жители холодного дома обратились за помощью к своему депутату городской думы Дмитрию Нечаеву, который прибыл на место. Сейчас, извините, термометр перешагнул уже за минусовые отметки. И люди находятся просто в диких условиях, я считаю. То есть они в одежде спят. То есть временами температура в квартире ниже, чем на улице. Поэтому, конечно, здесь, я считаю, нужно какие-то экстренные меры уже принимать. Граждан жалко. Мы видим, люди уже кашляют. А у кого-то и дети здесь есть. То есть, ну, это совершенно недопустимая дикая ситуация. Конечно, мы сейчас будем разбираться, есть какие-то варианты решения вопросов. Тепла нет и у жителей на Мусоргского 23. Накануне тверичанам якобы дали тепло. Но вечером 9 октября произошел прорыв труб. Сейчас весь двор залит горячей водой. Подойти к подъезду можно только в резиновых сапогах. Тверичане уже не раз звонили в УК, в аварийную службу и в Тверскую генерацию. Но ситуация больше суток не менялась. Звонить я начала утром, часов, наверное, 8. И закончилось это в 9.40. Я, по-моему, дозвонилась. Меня переключили на автоответчик. Я провисела на линии 58 минут в очереди. Девушка взяла трубку. Сказала, что официально по документам у нас все подключено. Но на самом деле этого нет. И когда я спросила, к кому обратиться по поводу подключения реального, она мне сказала, что это не наши проблемы. Решайте их сами. Вот и все. После визита депутата и нашей съемочной группы на Мусорского 23 все-таки приехала аварийка. Сейчас там откачивают воду. Но сколько ждать тепла местным жителям, непонятно. Оба дома находятся в ведении одной и той же управляющей компании. Домовладелец Т. Случайность? Не думаем. Дозвониться до них жильцы этих двух домов не могут. Нам тоже там не ответили. Мы позвонили в Тверскую генерацию, чтобы узнать, когда к Тверичанам все-таки придет тепло. Но в ресурсоснабжающей организации работает исключительно по запросу. В свою очередь Дмитрий Нечаев для защиты законных прав и интересов граждан направил запрос в прокуратуру. Мы будем ждать ответа. И обязательно об этом расскажем в следующих выпусках новостей.